В общем, дорогие друзья, свершилось непоправимое. Мы наконец-то вернулись в Ведьмака. Во многом, потому что буквально где-то неделю назад, на самом деле, мне что-то вшторило. Я сидела, сидела на ровном месте, и у меня щелк в голове. И вот мысль, хочу в Ведьмака, черт возьми. И вот мы здесь. Собственно говоря, DLC Кровь и Вино нас ждет сейчас. И нам надо найти ближайшую стойку. Чтобы отправиться в замечательный яркий тусен. Сейчас игра немножко дергаться будет, потому что... Тихо. Потому что ей нужно раздуплиться, потому что это, как бы, да, стандартная тема. Да-да-да, охотники за колдуньями. Напоминаю, кстати говоря, что мы играем на максимальном уровне сложности. И насмерть, который называется. Вот МАКСИМАЛЬНЫЙ. То есть максимум боли. Не знаю уж, как это будет работать в Ту-Сенте. Скорее всего, мне будет очень больно. А если учитывать то, что я не помню, как в это играть, мне будет еще болнее, чем обычно. Главное, чтобы я помнила управление. Это самое главное. Все остальное неважно. Ну и, собственно, да, YouTube, если что, мы... Тихо. Повторюсь. Проходим эту игру на Твиче, как, в общем-то, всегда и было. Что-то я как-то далековато бегу. Но потом записи появляются на YouTube. Так что, если... Так, а что так далеко-то все? Куда мне показывают-то? Так что, если, YouTube, ты хочешь смотреть вот прямо сейчас, что называется, и большими кусками, то приходи на Твич, на стриме, на всякое такое. А если ты хочешь хорошее качество, то оставайся там, где ты есть. И Илья Димас, я говорю большое спасибо за подписочку. С первым разом тебя. Добро пожаловать к нам. Welcome to the family. Доттер. Grand daughter почти. Спасибо тебе большое за поддержку. И, в общем-то, с борщом тебя. Вон тебе ложки. Наслаждайся. Спасибо. Надеемся, что ты у нас надолго. Подписывайтесь, господа и дамы. Будьте в тренде. Когда ты... Что-то я пока трепыхалась. У меня опять вот это вот начинается. И я опять пробежала. Ну, конечно. А, это что такое? Подожди. Шла, шла, квест нашла. А ты кто? Да дайте же мне все отдыху, спокойно. У меня та же, та же, да, ситуация, мужик. Чего надо? Ты кто? Я Ростон Мукс. Мне нужна помощь в очень важном деле. Да? Все так говорят. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Так, ну, нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. Задаром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак с задаром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Блин, из-за того, что я провтыкала этот самый этот самый мы пробежали чуть-чуть дальше и вот, и вот квест. Прямо, прям по наводке. Ну ладно, давайте очень быстренько сделаем. Как там плотву вызывать? Я не помню. Плотва! Не так. Плотва! Плотва в городе не вызывается, что ли? Как плотву вызывать, чатик? А-а-а! Это я зря. Черт. Ну ладно. Гром хлебанула, боже мой. Быстрее бежим искать врагов. Скорее. Так. Сейчас пойдем по запаху. Да-да-да. Блин, гром хлебанул. Заш... Ой, кто-то там бегает. Мы будем надеяться, что это задание достаточно короткое. И херпы с ним совсем. Вот у меня та же мысль, мужик, не поверишь. Так-то дети. Куда ведет меня за машина? Куда ведет меня? Куда ведет меня? Мой пап? Охотник за колдунь. Дратути? Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Так без предупреждения. Он проиграл. Потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Ты должен отдать мне эти документы. Да, конечно. Не, ну фиг ли. Сейчас с этого уродца вытрясем втридорого, возьмем за эти документы. И когда мы это сделаем, как вызывать лошадь, господи? В баню чаще заглядывай, а то тянет от тебя. А там нет вертихвосток, как в Kingdom Camp, поэтому в бане делать нечего. У меня перка с баней нету, понимаешь, женщины? Хотя, что ты понимаешь вообще? Все, поехали. Давай, платва, не подведи. Хоть ты. Я, кстати, правильно нажимала на стик, но два раза надо было это делать, а не один. Дай ему, как бы там выдышло. Ну и? Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть. Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Спокойно. Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, что ты проиграл своей бумаге в карты. Бессовестный тип. Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Это бумаги моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом Венгерберга. Что-то меня немного занесло. Я напился и... Правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот. Теперь плати. Заплачу. Конечно. Как же иначе? Отдам все, что осталось. Енифер, подарите эти документы. Пускай живет. Хорошо. Костик оказался коротенький. Мне может не радовать. Теперь надо как-то... Дойти. Красиво. До сюда, обратно. Так, у меня поставилась штучка, нет? Поставилась. Садимся на платву и ехаем на лед. Включиное начало. Опыта прям огонь. Крон, в принципе, тоже. Ну да ладно. Зато сделали дело. Можем гулять смело. Ха-ха. Пада-пада-па. Пу. Так, ну хорошо. Молчать животное. Ну, с богом. Сейчас Гера только встанет лицом к этой штучке. Так, ну здесь стандартная хрень. Ищем официанток. Мадам Сиренити. Господи. Вот где ты, у Саги Цукина. Ой, фигней ты страдаешь. Объявление. Ради 20 экран. Ну, задание-то простое. Итак, свершилось. Наконец-то. Воззвание Геральту из Ривии. Герба. Мост. Геральту из Ривии. Волей милостивой. Нами правящей достопочтимой княгине Анны Генриетты. Прибыли мы в Северное Королевство, дабы представить тебе наше посольство. В княжестве Тусента появилось чудище страшное. Бестия называемая, кое свершило множество ужасных преступлений против подданных достопочтимой княгине. Лишь славнейший среди ведьмаков может уничт... Как мило, как приятно. Может уничтожить бестию. А потом мы просим тебя смиренно, дабы соизволил ты явиться в деревню Дебри, где ожидаем мы тебя полны надежды. Что соизволишь ты нас выслушать и вызвешь... Вырдишь отчизну нашу из когти страха. Покорные слуги. Пальмерин де Лонфаль и милтен де Пайрак... Пайр... Пайрангос. Пайганин. Короче, бумажку открыли. Здесь еще какие-то бумажечки. Тюр. Что-то мне это напоминает. Это, видимо, я где-то за кадром когда скакала, всякая барахлишка собирала. Либо это уже сто лет назад. Я хз, я не помню. Спам какой-то, да, вообще. Так, задание у меня отметилось, нет? Да. Встретиться с рудцарями. С рудцарями сейчас встретимся. Сейчас сядем на ловшице, встретимся. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-ра. Слушай, насколько далеко ехать-то, кстати? Можете лепнуться? Это я просто после Киндем Кам так привык... Ну да, лучше телепнуться. После Киндем Кам привыкла ездить с ножками своими. Ну, почти своими. А тут так не пройдет. Здесь лучше телепаться. Давай. Какое-то тюмбурное начало, скажем, прямо. Ну ладно. Анька Генриетка. Свои персоны вызывает. Анька Горбушкин. Господа рыцари уже приехали, да? Вообще, кстати, мне кажется, имеет смысл. Хотя ладно, фиг с ним. Чтобы мы пролим кровь в нечистивость, дабы принести... Нам помощь ни к чему. Не бойся, добрый человек. Расправа наша будет скорой, и эти проходимцы уже не вернутся. Гляди-ка, Бельтон. Герой. Собственной персоной. Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправи. Че-то расшифруй мне. Мельтон, это же что-то то ли из первой части, то ли из второй, да, кто-то знакомый. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмирин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пейрак Пейран и Пальмирин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Ну, вот да. Уверяю, радость твоя взаима. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастья, из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мельтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись восставать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками, пишут, что они в книжках встречались. Но, видимо, в тех книжках, которые я как раз не читала, потому что я читала первые пять с половиной, ну, шестую, но чуть-чуть прочитала, может, наполовину где-то, и все. Так что, если они появлялись позже, я их не помню. Точнее, не знаю. Если они появлялись раньше, я их не помню просто тупо. Но, скорее всего, я не дочитала до них. Ну, хорошо. Нет смысла бить бандитов. Вы их убьете, и их место тут же займут другие. Возможно, еще хуже. Не годится проходить равнодушно мимо зла. Вы же не останетесь здесь навсегда, и защищать крестьян от каждой новой опасности не станете. Если местные хотят, чтобы вы оставили бандитов в покое, у них, наверное, есть свои причины. Ты хочешь сказать, что раз оказав им помощь, мы взяли бы на себя ответственность за их судьбу? Такого времени мы принять не сможем. Геральт прав. Мы не знаем ни этого края, ни местных людей, ни их обычаев. Кроме того, на нас возложена важнейшая миссия. Приносит тут добро, когда не просят. Скорее бы вернуться в Тусент. Там все гораздо проще. Он как будто бы из мешка вещает. Вернемся. И очень скоро. Но сперва представим Геральту наше послание согласно обычаю. Крестьяне справятся. Они имеют дело с бандитами уже многие годы. Сомнительное утешение, когда речь идет о принципах. Принципы иногда надо уметь засунуть в одно место. Ну, говорите, что вас привело. Мы должны передать тебе все послание от ее сиятельства к Мигню. Ибо традиция... Ибо традиция... Ибо традиция в Тусенте это святое. Ясно. Боже мой. Благодетельный Геральт, усмиритель всяческой нечисти и чудовища, коина погибель безоружным по свету рыщу. Никогда еще не слыхали, чтобы отказал ты невинным своей помощи, а вдовам и сиротам спасения не дал. Прибудь же на нашего звания. Спаси нас от бестий, коя кровь проливает на улицах, равно страх сея в сердцах состоятельных и убогих. Молит тебя о помощи многомилостивая покровительница несчастного города. ее сиятельства княгиня Анна Генриетта. Нажалась Дэвид Швабра. Ответишь ли ты на зов? Та не, я что-то передумала. Анна Генриетта правда? Именно так и сказала? Вообще-то она сказала привезти мне ведьмака и быстро, одна нога здесь, другая там. Только чтобы в этот раз приехал один. Остальное добавил княжеский цеременмейстер. Ну, сам знаешь. Да, я помню. От себя добавлю, что ты можешь ожидать щедрой оплаты, но вознаграждению уже сам разговаривай с ее сиятельством. Ему по кайфу, что ли, стоять с документом открытым, когда он его прочитал? Он чувствует себя так крутым, наверное, типа, вот, встаю, важно, бумажку держу. Еще никто и никогда так горячо и так учтиво не убеждал меня принять заказ. И раз с официальной частью покончено, расскажите-ка об этой мере. Речь идет о чудовище. Так? Со всей уверенностью. Хоть никто и никогда его как следует не видел. Находили только тела людей, умерщвленных страшным образом. У нас есть рисунки, сделанные со слов людей, которые якобы видели бестию, но все различаются. По-моему, все свидетели лгут. А сколько чудовища убило человека? Двоих. Едва ее сиятельство узнало о второй жертве, она отправила нас за тобой с обещанием наградить тебя землей и состоянием в золоте, если ты согласишься прибыть. Плохо дело, Геральт. Бестия неуловима. Говорят, она владеет черной магией. Убитые были людьми благородного происхождения. Слендермен. Да-да-да, та же мысль была. А откуда мысль, что бестия владеет черной магией? Первая жертва пропала из-за стола, накрытого к вечеру. Сотрапезники были заняты беседой, и только через минуту кто-то обратил внимание на открытое окно. Вскоре на улице раздались крики, поскольку обнаружили труп. С другим убитым была похожая история. Он сидел, заперевшись в комнате. По дому сновали слуги. Имение охраняло стража, но бестия выволокла его как-то на городской рынок и... там убила. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Мы не боимся таких созданий, от которых защищают меч и панцирь. О бестии же ничего не известно, кроме того, что она неуловима и убивает без труда и без видимой причины. Ещё она очень умная, тащить труп до городского рынка, пусть и в ночи. Вопрос зачем? Что за этим кроется? Отсутствие мозгов или какой-то знак, посыл, понимаешь, людям добрым, чтобы они что-то там учудили? Ну, они слишком тупые, чтобы понять его. На эту бестию уже охотились? Странствующие рыцари, например. Хм. Пробовали подманить чудовища, но ничего хорошего из этого не вышло. Бестия ловкая, умная. Избегает засад, нападает внезапно. Она как призрак. Нам нужен опытный следопыт и знаток чудовищ. Одним словом, ты. Вы упоминали о турнире. Почему княгиня его не отменила? Уже поздно, все гости прибыли. На арену выйдет цвет рыцарства всех земель. Среди них родня императора. Бестия может представлять угрозу не только для подданных ее светлости. А если погибнет иноземный аристократ, будет скандал или дипломатический инцидент? Я подумаю. по большакам, а время не ждет. Я готов отправляться. А, значит, в Тусент. Хе-хе-хе-хе. В Тусент. Понеслась, короче. Блин, жалко, конечно, что я не дочитала еще до тех моментов, когда Геральт контактировал и с вот этими ребятами, и с Тусентом хоть как-то. Потому что я каких-то приколов понимать не буду, но я думаю, чатик меня, если что, разрулит. Да, и, ребята, всем привет, кто подошел на стрим. Кровь и вино. Официально началось. Черт возьми. Княгиня, между прочим. Между тем, огонь персонажей. Тут она очень крута. Ну. Хорошо. Севенджи Нильфа победили. Ну, типа да. Типа. Ой, еще сейчас, говорят, красиво будет. Ярко по-летнему. Ой, надо срочно вспоминать, как играть во все это. И с Лютиком Стори у них просто шик. Лютик что-то там, да, с этой самой намудрил. Надо, надо почитать хотя бы этот кусок, потому что тяжко мне было читать Ведьмака, он у меня очень туго идет. Тусэнт, край вина и любви. Таким он мне и запомнился. А я белкой. Начинается. Какая прелесть. Какое хорошее начало для меня, человека, который не помнит, как драться в этой игре. А-ха! Ой, конинку не трогай! Можик, беги, ты не справишься. Ой, слушай, это монстр из-за обливина Шеври Найлс этот. Как его звали-то? Страж из плоти. Как он назывался? Привратник, о. А-ха! Че-то я там хлебанула, по-моему. О, мне пополнили. За мою госпожу! Дебил. Клев, бегись! Я поклялся, что убью чудовища! Один за всех, и все за одного! Дебилы. Можешь, кетеры недобитые, блин. Вот это час! Вот это неприятно было. Надеюсь, на него аксис работает. Да шо ты тебе? Ладно. Ты задеваешься, что ли? Каждый раз че-то новенькое. Ладно. Добавляйся, что ли? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А слава и осветлась лим! Каждый нир-год-леты! Че, немножко переждем, пускай у него там капает Пускай капает, не буду сбивать А, это же не огонь, он не сбивается, если атакуешь Ой, да ты сейчас сам сдохнешь Ой, фу, тряпочка какая Ой, овечки, овечки, овечки Сожрите его, овцы Изи, пизи, господи, как одним пальцем Детаться на великана в одиночку не слишком рассудительно Так ведь и любовь не знает рассудка, ведьмак Ну, Гильям, такой же даме ты поклялся, что убьешь для нее чудовище, а? Прекраснейший из всех Не хочет называть имени, так пускай не говорит Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря Но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку Этот трофей полагается вам Ну, может быть, потому что я убила его сама, без твоего участия вообще, в принципе Пришли мне на выручку, я все за тебя сделала, блин А потом он будет говорить, я убил его, милостивая госпожа Странно Великаны обычно избегают населенных мест Это не простой великан, а прославленный Голиаф Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты И за это владычица озера обратила его в дикого гиганта И изгнала на гору Гаргону То есть он спустился с гор? Пару раз в год голод выгонял его в долину Ну, не знаю Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра По образцу славного Готфрида, укротителя великана Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию Оставь это дело Геральту Меня ждет другое испытание А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает Она напала снова В излучине рядом с Куролиском река выбросила на берег тело Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы Гвардейцы ищут следы Поехали туда поскорей Пока они все не затоптали Отправляйтесь Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл А после давайте встретимся на турнирных полях У палатки Гелева И я сопровожу вас к княгине Хорошо Максимус, привет Добро пожаловать к нам обратно снова Хорошо, что поправился Здоровьешь к тебе Ну, в общем, с летом тебя С ту сентом тебя Вино Женщины Всякое такое Да, ребят, всем привет, кто подошел Смотрите Лето, красота Июнь На пороге практически уже Господи Мне тут говорят то, что Ага Вот, типа, этот монстр для тебя Легкий Посмотрим, как ты на финальном боссе запоешь Ну, вот на нем, если он будет сложный Я буду петь А тут Этот-то не финальный Можно и погундить То, что он тряпочка К каждому Боссу свое отношение Здесь, кстати, ничего Не осталось Интересно Чего-то я так Чего-то я так Вот Отважный парень Этот гильон Польмерин Позаботился О его воспитании Это его родич В дополнение Курфи в вино Вы сможете подвергнуть Видимака Дополнительным мутациям Таким образом Открыть перед ним Новые возможности Скоро Встретитесь с посыльным Который передаст вам Очень интересное письмо Прочтите его И займитесь историей Профессора Мору Чтобы узнать Больше об этих мутациях Кроме того Как говорят В Тусенте Можно встретить Мастера кузнечных дел Который создает Великолепные доспехи Оружие Собранные же В комплект Его творения Дадут вам Дополнительные бонусы Задания И тем временем Тем неслав Переподписывается На седьмой месяц Спасибо тебе большое С подписочкой С возвращением С борщом Ура-ура-ура Спасибо тебе Тем неслав Так Мы может Как-то ускоримся Мужик Мужик-то может быть И гадкий Да лишь бы бабе Было сладко Слушай Это самое Мне кажется Или как-то с хвостом Плотвы Что-то китон Никак не привыкну К этой вашей Рыцарской манере Речи Особенно Когда вы говорите То цветисто То обычно Мы странствующие Рыцари На службе Досточтимой Княгини Посему Когда мы выступаем От ее имени Мы связаны Традицией Как красиво Солнышко светит Не Я имею ввиду То что С хвостом плоты С волосами Что-то У меня вроде Спешл хэр Включен Должно быть Уже забрали тело Но это не то Осмотримся Не пропустили ли А ничего Так Мне сейчас можно осмотреть Сейчас давайте Протестируем Потому что У меня такое ощущение Что Нет не то Где включаются волосы Кто-нибудь помнит Без рыбьевые глаза Альтернативная Центровка Особенность Особенные волосы Где они там включаются В графонии По идее Настроить видео Общее Нет Это не то А во Хайрворкс Высокая Это Что Вот это Высокая Плотва Ты что-то Пляж тебя пробила Ну ладно Что тут Вообще Конечно Да Я настройки Как бы не меняла Но что-то Как-то Странненькое Что-то В моих воспоминаниях Было лучше Но Видимо Подводят Они меня Подкованные Сапоги Много Следов Княжеская Стража Пойдем Посмотрим Куда они Пошли Красота Ну пойдем Посмотрим Не шли Вдоль Линии Берега Может Река Выбросила Тело На берег Я слышу Эти взрывных Болотников Как они Там Называются Паршивцами Назывались Где-то Они здесь Называются Так Ой Монстрики По 35 уровень Каждый Это Надолго Не бей Дебил Они же Горят Отдых Ты что-то Хуйненький Какой-то Подожди По славу Ее Светлостью Я вас На котлеты Порублю Да Они сами Себе порубят Их сюда Запах крови Привлек Ищем дальше Красиво Сейчас было Красиво Это что Все что Приносит Течение Попадает На эту Отмель Да Смрад Ужас Кошмар Вообще Красиво Сейчас было Да Чачка Прямо Оценили Я честно Где-то подбирать Тут ничего Не хочу Так Ну ладно Следы Веду сюда Но Может здесь Еще что-то Есть Интересное Нет Только Следы Окей Хорошо Одни Пройдурки Что-то Вообще Не горит Ну вставай Гера Гера А я не хочу нырять Обязательно Собери тут Сет Монтикора Он прям Саснет Ну он выглядит Как броня Геральта В заставках В первом Ведьмаке Да Если я правильно Помню То есть Такой С белой Рубашечкой Сети были Привязаны Здесь Ну посмотрим Что собирать На самом деле Ну Монтикору Я думаю Соберем Потому что Чатик же От меня не отстанет Да и Само интересно Посмотреть Так Что-то тут Нырять-то Хотел Найти Хотел Это не то Нашла Что-то Даже не обратила Внимания Шайковый Клоток Монограмма ДЛК Скорее всего Примаглевел Дворин Надо бы Понять Куда Забрали Тело Ща Тут еще Что-то Есть Смотри Ты мне Весло Предлагаешь Зачем Первый раз на трансляции Привет с ютуба Крейтор Оф гад Велкам На твич У нас тут клево А тем Кто уходит Вам удачи Ребята Что теперь Понятно Это не место преступления Тело плыло по течению реки Запуталось в сетях А гвардейцы выловили его Погрузили на лодку И куда-то забрали Осмотреть бы его Прежде чем начнет разлагаться Хозяева постоялого двора Наверняка смотрели за стражниками И знают Куда направилась лодка Спросим их Стоят Глазеют Йенка Это ты что-ли Сдается мне У нас зрители Удивлен Местные еще своим внукам Будут рассказывать Про тот день Когда из сети Вынулись Кромсены останки И вот еще что Под водой Я нашел платок С монограммой ДЛК Тебе это о чем-нибудь говорит? Делла Круа? Делла Круа? Он стал жертвой бестий О мой грудь Ты хорошо его знал? Давным-давно Мы были друзьями Но наши пути разошлись Это был человек крайностей Если называл кого-то другом То стоял за него стеной А если врагом То шел до конца И много у него было врагов? Да Но что общего Это имеет с бестией? Ты затронул Чувствительную струну Геральт Воспоминания Тех давних лет Которым я не хотел бы Возвращаться Тогда вернемся к этому позже Пойдем на постоялый двор Да, ребята Еще раз Вскоре я тебя покину Всем тем, кто пришел Я должен явиться ко двору Всем привет Ведь ты только вернулся Пуцент Рыцарь досточтимой княгини Не знает отдыха Я думал, что не успею Приступить к своим обязанностям Но вернулся вовремя Да, ребята Мутим мы с Йен Нильфы у нас Выиграли войну Если кто-то не помнит Кто-то не знает Цири у нас Стала ведьмачкой И все В принципе И убили мы Диэкстру Когда смотришь тело Не забудь Тебе еще надо Предстать Перед Анриеттой Анриеттой? Досточтимой княгиней Прости Я забыл Между собой Мы называем ее по имени Но только Не при Пальмирине Он обижается На такую фамилиальность Ну, из нее такая Слушай, говорит Дулукруа убили Срочно звоните Дюгвархайта Он должен вырвать Сюда заглядывают купцы Спорщики Подати И сплавщики Нигде в Тусенте Не найдешь Лучшие похлебки Из рака Не спойлер Че спойлер Приходить на DLC К Ведьмаку И считать Финал Основной части игры Спойлерами Ну, странно Как минимум Тем более Вон спрашивают Нефиг смотреть Ведьмака с DLC Понимаешь Клянусь честь Неужели повар Как раз готовит Паштет Не иначе Господин Депейрак Пейран Долго же Мы вас не видели Милости просим Вас к столу И вашего товарища Тоже Но ответьте Почему я не чувствую Запах и похлебки Из раков Потому что Ее чувствую я Наверное Потому как Раков нет Вы может и не слышите Раков нет у нас На стриме Поняли Нашел сегодня В сетях Мертвеца Встал я Чуть сверх Как обычно Смотрю Небо красное Мы как раз По поводу Этого мертвеца Видите ли Человек Которого Вы пригласили К столу Был призван Сюда Из чужеземных Краев Досточтимой Княгиней Дабы Выследить И убить Бестю Мы пригласили К столу Двоих Но поскольку Господин Депиерак Пиран Темпераментом Похож больше На зайцы Чем на гончую Я так полагаю Что речь идет О другом гости С кем Имеем честь Меня зовут Геральт Скромный Вы человек Должно быть Мало Общались еще С господином Депиерак Пиран Довольно Меня подначили Павлин Павлин И жмин Геральт Мастер Ведьмачьего цеха И у него К вам Есть вопросы Насчет Последней Жертвы Бестики Тело Я обнаружил Солнце Только всходило Когда я По своему Обычаю Проснулся Сел на кровати Посмотрел В окно Гляжу Небо Красное Спрашивай Геральт Не то мы Тут до зимы Останемся Было Должен Вновь Ну Что Ты увидел Если Я Ищу Раз Услышу Что Небо Было Красное Ну Голова Прямо На воде Была Глаза Вытращены язык синий наружу а рядом в воде плавала рука ты хорошо рассмотрел астан я так перепугался что побежал что есть силы в город вернулся с гвардейцы они там не велели держаться подальше долго ловили эти куски сети мне порезали до того там все запуталось мне надо осмотреть тело знаешь куда его забрали его перевезли на лодке на другой берег реки потом погрузили на телегу и отвезли в подвал форму бьянку чтобы держать на холоде корова бьянка это вотчина барона россии если он узнает что ему из винного погреба сделали мертвецкую он собаками затравит пока вы были в отъезде винодельня была продана с аукциона кто это был та женщина которая вышла я не заметил чтобы она входила зато я заметила быть линка дочка кабачек погоди гераль а то меня сейчас удар хватит то есть как винодельня не может быть ну ни для кого не секрет что барон по уши увяз в карточных долгах кредиторы в конце концов захотели вернуть свое княжеская канцелярия скупила все на корню а россель сидит теперь на содержании у брата в вековарок а я ведь говорил росселю что он доиграется сколько можно жить за прежние доблести кредиторы в конце концов сообразили что обещание ничего не стоит такие времена современные рыцари лишь бледные тени прежних героев правду говорят что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычных когда женщина мимо ходила мне геймпад дрожал ну типа медальон дрожит реагирует на магию и соответственно геймпад отображает все-таки в ведьмака лучше на геймпаде играть то что и ощущение совсем другие и удобнее банально им значит говорят бестия это кара богов рыцари отступают от давних обычаев прежде они были защитниками княжества теперь они превратились в крохоборов как дан тебе сейчас пусть говорит княгиня торгует титулами и возводит достоинство грешников мы свернули с пути добродетели утратили милость богов и боги наслали на нас кару не слушай этих бредней героя он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна по правде сказать этих вещунов последнее время высыпало как у больного чири и все твердят то же самое а что еще обести рассказывают кроме того что это божья кара люди не так глупы они видят что бестия убивает только в дни святых покровителей какая придирчивая благодарю за гостеприимство мне пора пойду осмотрю тело корва бьянка недалеко отсюда у турнирных полей просто не сходи с дороги наверняка не заблудишься ты не поедешь со мной и правда тебя же ждут какие-то обязанности какие-то еще до отъезда велен достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца большой игре во дворцовых садах увидишь меня в костюме просто лопнешь со смеху ушки прилагаются костюму меня так и подмывает спросить в чем здесь дело ну похоже это долгая запутанная история без сомнений уходящие корнями в давние традиции всего доброго и удачи тебе мильтон симпатичный мужик кого-то напоминает лицом знаю кого этого самого как главного героя дэдспейс зовут начиная со второй части но не зовут а со второго части мы его лицо видим айзек айзек короче на язык похоже и там когда говорили про бестию чатик скажи мне то что бестью убивает только что-то там скажи мне что там было написано потому что мне пришлось в этот момент на секундочку отличить от компа и закрыть окно что кошка у него не выпало я теперь понимаю почему лютик считается самым топовым потому что вот эти вот поют тарари ра в дни святых покровителей хорошо это важная информация наверное молодцы запомнили проверку прошли красавчики так что-нибудь партирщик интересное скажет ну я бы посоветовал нашу знаменитую рыбацкую похлебку но у нас как назло раки кончились а ты на что заменить рыбы какой-нибудь хоть бы и окунями заменить раков рыбой помилуйте а дальше что уксус вместо вина петрушка вместо тимьяна вы северя не хороший народ только в еде ни шиша не смыслите ну блин крабовые палочки же делают из рыбы ничего не слыхал ничего интересного о чем рыбаки говорят об одном норклинге который раков от окуней не отличие сейчас рыло на чищу давай-ка по делу да еще и в чужие дела лезет я разговоры клиентов не подслушала и уж точно того что слышу повторять не стану что-то вы какие-то тут не очень до свидания спасибо у него наверняка продаются карты для гвинта я понимаю но я не играю в гвинт кстати если тут не в курсе я в гвинт не играю в скачках на конях не участвую потому что я не люблю ни то ни другое и не умею скажем прямо это все долго и не сильно интересно скачки на конях меня еще тут бесит если честно уж совсем говорить что тут у нас интересненького все такое белое светлое господи вылизанные аккуратные неинтересно а тут чё интересно ничего пацан чё скажешь и стой малой стоять педофил хорошо давайте посмотрим на карту кровь и вино место где можно начать задание кровь и вино на обозначенный вот таким вот значком по степече что ли окей мы тут надолго короче так ну в принципе да можно сейчас сюда сгулять посмотреть что там такое чё-чё-чё подожди знаешь почему потому что всякие друиды княги не написали что от этого зверя обручает хотя боже мой чё пишут услуги чистильщика будешь чист всем на диво зашибись как все красиво окей разыскивается белый волк видимо геральт из ривии прозванный белым волком разыскивается доработать проводником заказчик обещает высокую ставку за необычный заказ подробности во временном походном во временном походном лагере графа белидаля может он тоже знакомый какой-то внимание убедительная просьба прочим лицам не являться в указанное место перестать выдавать себя за геральта из ривии граф белидаля не вчера родился и хорошо знает кто тут ведьма как то шельма ничтожная а темную личность что является в лагере в разных одеждах и с деревянными мечами просим наконец успокоиться объявление княжеского камер ох уж эти слова камер ленью что такое камер ленью расшифруйте тупому стример пожалуйста странствующие рыцари прочь селачи княжество призывает вас на помощь вас ждет щедрая награда подробную информацию можно получить в представительстве камер ленью на площади спящих рыцарей так вот что-то важное объявление генерального казначейства княжества тусэнд объявляет устные торги по продаже недвижимости включая постройки сельскохозяйственной угодья винодельни расположенные в районе леса караберты и оставленные в наследство казне княжеством графом креспи креспи что-то знакомые который уснул в вечном снов не оставив наследников принимая во внимание исключительные свойства поместья бельгаард и его значительные возможности в области производства вин проставляющих княжества в самых отдаленных уголках мира к торгам допускается исключительно граждане княжества тусэнд ой-ой-ой что-то я нажала случайно не дочитала ха-ха черт ну ладно большой турнир вот это не наш вариант но мы возьмем чтобы у меня это самое не висело ты можешь получить ириндин ириндин что есть такой ириндин боклерская гильдия бондаришь человек или людей для сопровождения каравана торговцев по землям белого ужаса более подробную информацию можно получить у гастона у гастона глига в лагере торговцев к в лесу к северу от виноградника короната макрин пуллин младший секретарь по делам предупреждения опасности риска будет хорошо как чиновник просит о помощи может удастся неплохо заработать что там вот это самое блогдинцы это там вот это самое да вот княжество тусэнд странствующим рыцарем и прочим подобным объявляется всем и каждому о том что необходимо будет помочь добровольных сил охраны порядка при передаче значимой недвижимости нового владельца могут возникнуть незначительные трудности избавление от которых возможно исключительно с помощью средств непосредственного принуждения замечательно Так, теперь Посмотрим, что там в задании упало По сумме задания Так, подожди, вот так И вот так, ух ты что Ну они хоть красненькие Потому что вот это у меня висит Вот эти мелочи, гвинты, кулаки ярости Вот это все Встретимся с крупцом Ой, это жужжненькая Винные войны Ну что, по побочкам, чат? Хочешь по побочкам? Наскнулся на необычный заказ Заказчик желал воспользоваться услугами Не просто всякого ведьмака, а именно Геральта Других подробностей в Беглине не было Ну, пойдем туда, что ли А то Сент это вообще одна большая отсылка На книжные приключения Вот это жалко, конечно, потому что я не дочитала до этого момента Так, подожди Главная миссия, она Она же совсем рядом, да? Да, она рядом Давай, короче, куда-нибудь вот сюда поставим Сипа там побочкам Музыка, честно говоря, на фоне напоминает очень сильно про Драгон Эйдж 2 Тяжко на службе с пустым брюхом Не говори вообще Плотвичка, давай Нет, да? Шевели копытами, ну Ну или так Окей Так, ой, подожди Все, все, все Это задание мне не по этим самым Не по силам А почему это выбрано? Подожди Я же тут выбирала Все Нет, то, что здесь будет один персонаж Из книг Такой очень-очень крутой персонаж Это я знаю Что за жесть-то происходит? What the? Мужик-то живой Еще где-то здесь Are you okay? No Что, охренели, что ли, вообще? Мужички Ну, как бы солнце светит Поэтому, да Не каждый вампир способен Там и все Подвали Подожди Про подвал Убийца с легкостью Перевернул телегу Да Новичкам в чате я напоминаю Что подсказки раньше времени Вот когда их не просят Не приветствуются Потому что Вот когда я попрошу Сказать мне Подсказать что-то Сказать мне что-то Вот тогда, пожалуйста Раньше времени Это только Лишнюю информацию У меня голову в классе Которая там не отложится Это раз А во-вторых Спойлеры Они караются баном Предупреждаю Всему свое время Ребят Я все увижу Все узнаю Не надо мне рассказывать Что Вот это вот Брукса Здесь ходит Нам Геральт Это сам через Две секунды скажет Не надо Если, конечно Не хотите улететь Мыться В баньке Рана от когтей Пять пальцев Рука Похоже Небольшая Так Ну подвал Я не хочу В подвал Мужик Орюки Слеби маленьких Босых ног Ведут в подвал Ладно Сейчас Свернул шею Когда падал С лестницы Ну вот он А мог бы выжить Наверное Хотя нет Его швырнули О стену С огромной силой Скорее всего Он убегал И упал с лестницы Когда убегал Поэтому Если бы он Не упал Его бы просто убили Здравствуйте Какая прелесть Ой Дрожит Дрожит геймпад Нужны недюжинные силы Чтобы ее выломать Им воспользовались Чтобы выломать решетку Нифига себе Маленькая Детятка вампир Что ли Или что-то Похляще Какие звуки Прекрасные Ой Еще Муми Ты Ты была На постоялом дворе Она голой кушает Чтоб не заляпать Одежду Или что Я знаю Кто ты Но не знаю Зачем ты убила Этих людей Дело Но ведь не в жажде крови Нам не обязательно драться Можно и пое Ошибаешься Я не могу Отпустить тебя Бляжь Милая Милая Господи Ирген Минуту Поддержите 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 Где они были Господи Как неудобно Они вроде все разные Казалось бы Их запомнить надо Но что-то Вообще не получается у меня прицел с не сбиваются когда на телепортируется паскуда я была же в зоне как-то так орёшь-то как горишь слышь минут да подожди да нет 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 так не работает мило я вижу я как бы вижу но блин на наш счете лепается даже когда она невидимая символ твой символ силуэт полупрозрачным его только слепой не заметит а беда в том что из-за того что она телепуется ты теряешь поэтому все равно приходится к вердену прибегать вот кто то вот это вот она делает мерзость маленькая я кстати гера почему то сейчас стоял на месте махал мечами На этом вы видели, да? То есть он не подходил почему-то. Обычно он автоматом как бы приближается к врагу. А тут что-то не стало. Странно. Ой, какая она долгая, слушай. Пори мне тут еще. Напоминает, кстати, трейлер один из саниматографичных трейлеров Ведьмака, помните, когда он еще... В принципе, Ведьмака самого. Когда, помните, там Герочка дрался, по-моему, как раз с Бруксой в сарае там в каком-то. О, клевый трейлер был. Еще огнище. У меня, кстати, еще не отвалился этот самый. Нет, еще держится. Мне кажется, этот бой специально добавили, чтобы люди проностальгировали, вспомнили этот трейлер. Но это не точно. Да, паскуда ж какая. Давай, давай. Ты что, охренела, что ли? Ау! Ну ты наглая вообще. Ай, черт, черт, мне в ту сторону прогреб засмотрелось. Давай, овца! Дальга, это пипец вообще. Она неудобная, потому что прицел с нее падает периодически. Давай, один удар. Ну, какая вредная. А, ну и так. А. Are you ok? Она убила всех этих людей, чтобы добраться до тела. Что Брукса делала устава? Жрала, по-моему. Ну и колечко там было на руке. Может, она ищет кого-то конкретного? Ну и жрет, походу, дело чего нет. А, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Он долго лежал в воде. Голова распухла. На ней видно несколько укусов. Мм, у него в глотке что-то есть. Кошелы, набитые монетами. Нильфгардские флораны. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убила не Брукса. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве. Запасная? Это черный юмор сейчас был, что ли? А ты на когти посмотри, блин. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. На когти? Позже изучу ткани повнимательнее. Может что-нибудь узнать? На когти посмотри. Хоть слово. Сказал бы про них. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к книгине. Может, кошель в рот затолкали, чтобы он не кричал, потом его убили? Может, он, типа, выполнил какое-то задание, пришел отчитываться, а ему кошель в глотку затолкали, убили, потом четвертовали, потом вот это вот все? А рука... Это что-то вот хитрожопое. Может, это рука высшего вампира? Высшие вампиры умеют вот так вот делать, чтобы у них руки жили без их участия? Сложно сказать. Так, ну тут вроде больше ничего нет, интересно, да? Странный кляп. Не, ну а че? Ну, я не думаю, что это какой-то ритуал, хотя хызы. Это так первая мысль, которая у меня возникла. Так-то по итогу наверняка вообще все не так. Но если бы можно было догадаться, знаете, с первого осмотра тела, это было бы как-то, ну не очень. Так что, если я ошибусь, это будет очень даже хорошо. Если все вообще будет не так, потому что... Квесты, которые с самого начала очевидны, это не очень. Неважно, в Ведьмаке, не в Ведьмаке, хоть где. Так, давай здесь еще, может, походим. На самом деле, это дополнение все отсылка к грядущему вампиру. Ну да, у нас очень-очень вампыровское лето и кровь, и вино тут с вампирчиками. И этот самый вампыр от Донтнотов. Прям-прям да. Слушайте, а вот это вот... Ладно, наверное, не буду говорить. История Курова Бьянка. Давайте почитаем. История основания Курова Бьянка. Это... Ладно, я все-таки скажу. Курова Бьянка это случайно не тот дом, который Геральту достанется в этом DLC. Я знаю, что у него будет какой-то дом. Но хз какой вообще на самом деле. До сего времени сохранялась легенда, что винодельня была основана сыном владельца усадьбы Помероль, который был лишен наследства и отправился в изгнание с саженцами винограда Карванеры. Современная история Курова Бьянка начинается с господина Болюса, который поселился в имении на старости лет. Он самый, да? Ну, все понятно. В молодые годы Болюс командовал саперным полком, сражался на дальних границах и за большие заслуги перед княжествами получил дворянский титул и денежное вознаграждение. С последней... Господи, даже тут птички мне в мозг прям чирикают. С большой энергией он принялся за переоборудование Курова Бьянка. Прежде всего, разбил для жены прекрасный сад, благодаря которому позднее во всем Тусенте распространилась мода на разведение трав. Следующий после жены любовью господина Болюса были оливки. Оливки маринованные, не? Поэтому в Курова Бьянка всегда росло множество оливковых деревьев. Когда супруга Болюса умерла, жизнь перестала его радовать и он принялся размышлять о смерти. Он продал умение господину Крэспи в день, когда завершил все связанные с этим формальности, скончался. Терпел до последнего вопроса. Так, ну давайте хозяйство осмотрим. Чего нет? Войти как-то внутрь можно? Ну, не сейчас, я думаю, да? Чурок-чурок. Гера прыгает. Не умеешь прыгать, что ли? Когда ты разучился прыгать, Гера? А я не туда просто жму? Понятно. Пустите внутрь, пожалуйста. Твари. Ну ладно. Так, найти пельмерин и попросить его отвезти вас к княгине. Можно, в принципе. А можно по побочкам. Че там был-то? Тридцать седьмое. Тридцать седьмой уровень. Надо решить, поедем ли мы к княгине или по побочке. Но пока что, я думаю, имеет смысл на этой радужной ноте приостановиться. Чуть-чуть. Совсем немножко.